Сегодняшняя сложная эпидемиологическая ситуация заставляет власти вводить все новые ограничения, дабы избежать дальнейшего распространения коронавируса. Так, в настоящее время в Тверской области действует запрет на посещение общественных мест отдыха, парков, детских площадок. Однако, как показал рейд нашего телеканала, не все тверичане следуют предписаниям, рискуя своим здоровьем и здоровьем своих детей. Двор одного из домов в центральном районе Твери. Если раньше здесь кипела жизнь, играли дети, сидели мамочки с колясками, то теперь полная тишина. Сигнальная лента оповещает, вход на детскую площадку закрыт. Ограничить доступ на детские площадки, а вместе с ними вместо массового отдыха людей, скверы и парки власти вынудила ухудшающаяся день ото дня эпидемиологическая ситуация. Логика понятна. Чем меньше люди контактируют друг с другом, тем меньше шансов дальнейшего распространения коронавируса. Обнесенные сигнальные ленты детские площадки постепенно становятся обыденным делом для города. Впрочем, исполнять постановления региональных властей торопятся не везде. К примеру, вот в этом дворе Заволжского района не только нет сигнальной ленты, но и гуляет мать с ребенком. И это несмотря на достаточно прохладную и сырую погоду, не говоря уже об угрозе инфицирования коронавирусом. Вы слышали, что подобные детские площадки, они сейчас запрещены, закрыты для посещения? Ну да, я слышала. Но тем не менее здесь. Ну да. Почему? Потому что вышли подышать воздухом, потому что дома сидеть это очень вредно. Аналогичная картина во дворе по соседству. Здесь также отсутствует как сигнальная лента, так и любые другие оповещения о том, что объект для посещения закрыт. Впрочем, в этом дворе сами горожане оказались куда дисциплинированнее. Никого не видно на площадке, да и в округе от силы один-два человека. Вместе с тем, как отметил глава региона Игорь Руденя накануне, никаких санкций в отношении тех, кто будет замечен в местах массового отдыха, по понятным причинам не последует. Попробуйте посидеть с ребенком в четырех стенах неделю-другую, говорят родители, и понять их можно. Однако соблюдение мер предосторожности никто не отменял. Это на совести и сознательности самих горожан, а также степени их разумности. Об этом же сказал и глава региона. Надо находиться на достаточно безопасном расстоянии. Я думаю, что родители могут тоже носить индивидуальные маски. Можно такие маски придумывать и детям. Воздухом подышали, прошлись и аккуратно с соблюдением мер санитарно-генедической безопасности вернуться домой. Потом помыть руки сразу, продезинфицировать, если необходимо, руки для взрослых, для детей. А вот от чего сейчас стоит точно отказаться, так это от походов в парки и другие подобные места массового отдыха. Рассиживать на скамейке, наслаждаясь апрельским солнышком в период разгула смертельно опасной инфекции, определенно не лучшая идея. По всей видимости, тверетяне это понимают и, завидев телекамеру, стараются покинуть окрестности. Впрочем, подобных примеров единицы. В целом можно констатировать, на детских площадках и в местах массового отдыха людей мало. А те, что есть, признаются. Дом они покинули вынужденно. Подышать свежим воздухом с ребенком или выгулить собаку. Но всем тем, кто все же рискнул по каким-то причинам выглянуть на улицу, стоит максимально серьезно отнестись ко всем рекомендованным мерам безопасности, чтобы не пополнить печальный список инфицированных новым вирусом.